У меня сестра живет просто в Украине, в Полтаве, и, например, даже, ну, как бы так сказать, лучше бы оставался бы Порошенко. Ну, с ним было лучше с Порошенко, ну, бить Валю, с ним. Говорят, что так и так, да. Ну, лучше бы. Он сто дней как бы пробыл уже президента, его кореновали. Все, а дальше так будет он себя вести, это неизвестно, просто интересно. Моя первая задача, он сказал, прекратить войну и забрать Крым. Его слова. До чего это сказано, а дева, что войну не прекратила. Вы знаете, я не сильно в политике падаю, дай бог нам пенсию сюда бажут, и так крутиться, а выживать. Непрекосновенность, это значит как, они уже не могут творить все, что хотят. Ну, допустим, как вспомните, вот ездил кто этот бывший сейчас прокурор? Луценко. Он ездил, где-то что-то, ну, показывали же, где-то что-то он там, и ничего, он вроде депутат, и все сходилось. А у меня брат, я помню, был не депутат, простой человек, он что-то, что-то, мелочи какую-то сделал, ему сразу гудали. Нам-то это ни от чего не отразилось, понимаете, ничего. Мы-то вот как жили, вот так живем, слава богу, как у нас. У нас нет войны. Это очень хорошо. А то они уже зажрались, я думаю. Воруют на каждом шаге. Это очень хорошо. В России-то стоит сделать? В России. Так должно быть. Там же воровство, кругом воровство. Не такой президент, я думаю, должен быть в Украине. Ну, наподобие Путина же. Надо менять, так надо всех менять, Зеленскому. А он же одних меняет, других не меняет. Будущее у Украины, если это не повернуть, если к власти не придет, нормальный, украинец, патриот. Ну, все-таки же они какую-то имеют силу, какую-то там, я не знаю, может быть, ну, может быть и правильно, я в политике как бы не очень.